Ни для кого не секрет то, что мой канал ранее был полностью и целиком связан с арт-культурой. Арт-комьюнити, какие-либо арт-драмы и многие другие детали появлялись на канале неодноразово. И конечно же, зная о существовании так называемых драм, легко можно понять, что даже арт-комьюнити на вид такое безобидное и пушистое, имеет при себе темные стороны. Ведь правду говорят, что в любой бочке мёда есть ложка дёгтя, и это не исключение. Именно эту личность я искал очень долго, и на удивление, в русском комьюнити о ней не заговорил никто. Не пора ли нам исправить это дело? Тебе хорошо тут лежать во время записи, да? Все мы прекрасно помним эти ваши истории про гача грумеров, про грумеров в аниматорском комьюнити, про грумеров в игре Yo Boyfriend и многое другое. И да, многие люди так и не доперли, а кто вообще такие грумеры? Окей, кратко говоря, грумеры это пи***лы. В России принято считать то, что грумеры это те, кто ухаживают за собаками, да и в целом, если вы пытаетесь загуглить это слово, вам выдаст именно это. Но, в английском случае оно имеет другое значение. Само по себе слово грум имеет значение ухаживать. А ухаживать это уже смотря для кого как, за собаками или же всё-таки за детьми. Да и тем более, многие используют слово грумер, потому что оно не настолько сильно банится ютубом, как банится слово пи***ть. Зараза. Но давайте вернемся к нашей теме. И поговорим именно о Джон Бобе и его истории. Сам по себе Джон Боб или Джон Смайли появился в интернете в 2012 и 2014 годах. Когда ему было 12 и 14. Конечно. Именно в этих годах началась его так называемая активность. И как вы можете понять, в один момент она легко угасла. Изначально он активил на каком-то сайте, выкладывая свои очень ранние комиксы. Но после он переключился на Девиант Арт. И после долгого использования его аккаунт был деактивирован. Также у него была официальная Амина. Но, увы, он там особо ничего и не выкладывал. Ничего интересного вы там не найдете. Как и свежих обнов тоже. Но что унывать этому парню после деактивации Девиант Арта, если у него остался твиттер всеми ненавистный. И на удивление, именно в твиттере его анимации действительно прижились, когда ему уже стукнуло 19 лет. Максимальный прирост аудитории начался с 2019 по 2020 год, когда Джон выпускал свои анимации в твиттере и создавал свое так называемое арт комьюнити. Арт комьюнити, порожденное Джон Бобом, создавалось очень просто. Люди, как и обычно, делают друг другу фан-арты, трейды или типа того. Джон Боб, помимо этого, добавлял их даже в собственную игру на Хэллоуин. Собственно, вы сами понимаете. Люди автоматом потянулись к Джон Бобу. И в итоге они стали делиться с ним своей аудиторией, а он своей с другими. Примерно так комьюнити и работает. Группа людей объединяется и в итоге делится друг с другом аудиторией, помогая в продвижении. В так называемое арт комьюнити Джон Боба, или же гарем аниматоров, как называли многие, входили такие люди, как Синьор Пэлло, Чипл Дипл, Тархет, Гид Гуд Нами и многие другие. Помимо этого, Джон Боб неоднократно занимался коллаборациями с другими художниками. И в некоторой его части все еще легко найти на ютубе. Но только некоторые. Да и сам Джон Боб был неплох, ведь он занимался своим так называемым сериалом и даже делал короткометражки по своим вселенным. Он добавлял туда своих друзей, а точнее их персонажей. И это было не один раз, не два, а очень много. Чего только стоит его скетча под названием Оцененц, где было очень много отсылок на его друзей. Но помимо всяких артов, 3D-моделирования и многого другого, Джон Боб собирал так называемые твит-касты, где приглашал своих друзей-художников и задавал им различные вопросы. Но даже у такого прекрасного комьюнити, помимо того, что многих персонажей левых людей считали персонажами Джон Боба из-за частого появления, были и неприятные моменты. Начать вполне себе можно с Чипл Дипл, если считать по хронологии всех событий. Чипл Дипл стал известен благодаря своим анимациям по Гарфилду, очень довольно-таки необычным стилем и многим другим. Все мы знаем, что такое Dream SMP. Так вот, Чипл Дипл пытался открыть собственный сервер по тематике SMP, и в итоге чего провалился. А причиной этому стало вот что. Художника Чипл Дипл обвинили в доксинге детей, в чем он потом сам сознался. Доксинг — это поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без какого-либо согласия. А в нашем случае это еще и доксинг детей. Правильно, Чипл Дипл засхейтили. Долго ли стреляла его драма, неизвестно. Но это нас не особо контует, потому что, как я понял, общение с Чипл Дипл после этого Джон Боб прекратил. Но если вы думаете, что это единственный момент в этом комьюнити, вы капец как ошибаетесь. Продолжением подобной фигни стал Гитгутнами. Гитгутнами — это еще один художник по сплатуну. И, на удивление, он тоже оказался не лучшим человеком. Хотя, блять, кого это уже удивляет, о чем мы сегодня вообще говорим? Да, Гитгутнами оказался петопилом, и об этом сообщила его жертва. И, чтоб вы понимали, он прислал кучу доказательств на нами. Там были и переписки, которые он тщательно подчищал, и многое другое. Прекратилось ли после слива общения Джон Боба с Гитгутнами — неизвестно. Но его персонаж неоднократно появлялся во многих анимациях Боба. Смотря на это, многие ужасались. Как же так может происходить в одном только комьюнити? Причем почти последовательно. И многие уже думали, «Ха, ну хуже же уже точно не будет». Спойлер, они обознались. 31 августа 2020 года Джон Боб самолично заявил, что он оказался грумером. Он рассказал о том, что он встречался, когда ему было 19-15 летним подростком. В Твиттере, кажется, и до этого уже блуждал аккаунт, мол, Джон Боб это бед... и так далее. Но тут неожиданно Джон Боб сам карты раскрыл, и даже с кроншотом показал. Как, собственно, и могло быть, люди стали относиться к Джон Бобу нестабильно. Многие были очень злые на него, многие, наоборот, даже не понимали, а другие, наоборот, его приняли. Осуждать его стали даже его друзья, пускай и не все. А об этом человеке поговорим. Кстати, из тех, кто его осуждал, там оказался Тархет. Тот самый Тархет, о котором многие наслышаны уже мне писали. Тархет — художник по Айзеку. Он именно этим и прославился. Сам по себе это гура хорро-художник, рисующий себя в виде крыски. Блять, это точно крыса, а не какой-нибудь опоссум. Тархет был одним из, скажем так, лучших, наверное, друзей Джон Боба. И в итоге он тоже появлялся в его анимациях, даже в 3D стиле, как бы странно его морда не выглядела. Тархет, в отличие от того же Джон Боба, который был очень мягкий по виду и по характеру, был... Он был и расистом, и кем он только не был, кого бы он не посылал, и вообще человек был очень агрессивный. И тут же он пишет твит о Джон Бобе, мол, «Хей, люди, которые его оправдывают или типа того, я не оцениваю действия Джон Боба, и если вы считаете то, что это нормально, то идите полечитесь». То же самое он написал и Джон Бобу, мол, «Иди, пожалуйста, и получи уже свою помощь». Но вы думаете, что всё так просто? Нихрена! В один момент жертва Тархеда решила заявить о себе. Да, Тархед тоже оказался грумером. Если верить слухам, то жертва Тархеда была немного поражена, когда её педофил попытался пойти против другого педофила, забывая о том, кто он. В итоге было приложено не один, не два. Дофига скриншотов о том, как жертва мучилась в лапах Тархеда. Там были и оскорбления, и манипуляции, и расистские шуточки, и высказывания. Чего там только не было. Но если возвращаться к Джон Бобу, забывая про Тархеда, о котором наверняка все и так наслышаны благодаря всяким айсбергам про Айзека, то давайте поговорим вот о чём. Подобное странное поведение Джон Боба было замечено неоднократно. Как были NSFW от 3D-модельки, так были и другие детали, и твиды по типу, «А хотел ли кто-то из моих фанатов меня вы***ть?» И это даже не выдумано. Это пипец. Самолёт Джон Боба начинал гореть и медленно падать, и от него начали отписываться кучи людей. Его дискорд-сервер тоже начал разваливаться. За Джон Бобом были замечены манипулятивные и многие другие черты характера. В общем, люди моментально осознали, с каким человеком они умудряются общаться. Минус аудитории уходил аж на 5 тысяч, и это нифига не мало для такого человека. После же твиттер его был окончательно снесён. Как, собственно, и ютуб-канал, я считаю. По крайней мере, он пустой. Но перезалива его роликов легко можно найти на ютубе. Если говорить, где же сейчас Джон Боб после своего ухода на дно? Скажем так, он живой. С ним особо-то и ничего и не случилось, но если считать то, что он просто не хочет появляться в интернете, и я думаю, никто этого не хочет, то это вполне ожидаемо. Конечно же, больше люди хотели бы, чтобы из интернета исчез другой человек, но я думаю, его стоит оставить на следующее видео. И да, Джон Боб самолично давал своё интервью с одним человеком из английского комьюнити, но само арт-комьюнити Джон Боба давно уже развалилось, и ещё неизвестно, что с ним будет. На данный момент активность замечается исконно у Тархеда. Да, он до сих пор активит, он ниоткуда не исчез, он продолжает сидеть в Твиттере. Пускай его аккаунт был неодноразово деактивирован, но уже всем насрать. Да и он сам обращал внимание на всю эту фигню. Но... Не может же всё так просто закончиться, верно? На самом-то деле, есть ещё один человек, который был замешан во всей этой истории. Да. Пускай он и не является так называемым грумером, пускай он не настолько пугающий, как вы можете его показать, но это очередной друг Джон Боба, о котором, на удивление, заговариваться очень редко. Наверное, потому что говорить-то о нём особо и нечего. Человека зовут Кайфраз, 4048. Его никнейм не особо-то и громкий, как тот же Джон Боб, Гидгутна, Метер Хэт или, я не знаю, Космодор. Но даже его маленькое содействие во всей этой вакханалии даёт ему место появиться в этом списке. Но только как защитник. Защитник всей этой компании. Хотя бы потому, что защищать подобных людей неразумно. В последнее время я даже поражаюсь с того, что может происходить. Боже мой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok